Итак, факультет называется «Факультет специального машиностроения». Почему он называется «Специальная машиностроения»? Да потому что он охватывает многие виды создания машиностроительной техники, которые используются при создании данных аппаратов, которые используются при создании данных аппаратов. Вот обратите внимание, мы проектируем ракеты, космические станции, мы проектируем спутники, спускаемые аппараты, и многое, многое другое, о чем я сейчас покажу. Но прежде всего, мне очень приятно видеть, что вот на этих стендах, мне очень приятно видеть, что в этой маленькой экспозиции мы проектируем наш первый космонавт Юрий Гагарин. Но наши студенты закончили факультет, но и космонавтами, но и космонавтами, но и космонавтами. Последние два космонавта с Гриппачкой и Артемель готовятся к очередному запуску. Но для того, чтобы стать космонавтом, надо изучать большую количество дисциплин, но одновременно все их изучить невозможно, поэтому факультет развивается на отдельные кафедры. отдельные подразделения, отдельные группы, в которых изучаются, например, ракетносители, транспортная система, спутники, где исследуется динамика конструкций, где готовят специалистов по баллистике, аэродинамики, стартовым и пусковой установкам, где изучаются технологические процессы и технологии в ракетностроении, и, естественно, где же мы обойдемся без приборных пустов и связи, а также косметических роботов и манипуляторов, и, естественно, и эти кафедры специализируются по соответствующим названиям, где краткий вид техники изображен на этом слайде, у нас есть динамические установки, аэродинамические трубы, аэродинамические трубы, на специальных стенды. Вот это все, о чем мне сказалось, и показано на этой слайде. Но что интересно, что изучая мирный космос, всегда возникают проблемы, связанные с военной техникой. Но почему, когда ваша страна будет делать краткие относители большие, вы не сможете сделать маленькие, но какие-то тактические ракеты? Почему вы не сможете сделать это сооружение, чтобы защищать вашу границу? Это все позволяет космические технологии, но ведь баллистические ракеты надо передать, но, например, кроме этого, нужно еще и иметь космические манипуляторы. Все это пройдет к тому, что вы будете разработать робототехнические устройства. А как вы только разработаете робототехнику в космосе, вам захочется обязательно спуститься на дно океана, а вот видите, вот эта цепочка и тянется по созданию перспективных образцов техники. в том, как tremно передать методическую методику, мне кажется, эта технология не вытасняет. Например, здесь есть теоретические автомобили, в самом деле, что эти материалы есть и вытаснительные автомобили чего получены, глядя ей купить такие типовые машины, Сразу тянется вопрос о создании таких специальных машин. Наверное, многие из вас, многие, слышали, что такое ракета «Эскандер». Да, вот она переводится на такой простенькой технике, как изображено на последнем slide. Но это защитное оружие, которое сознает условия, что никакой агрессор на ту сторону не нападет, но они не только занимаются на предприятиях производства, они создают свои научные ножки. Они занимаются космической тематикой, а также используются на всём током, а также используются током, а также используются способных сцен, а также используются во многом условии, что было среднем амблинех, Они участвуют в соревнованиях, которые, кстати говоря, каждый год проводят соревнования в Америке, или специальные научные школы организуют у себя в университете. Притом на эти научные школы приезжают молодежь со всего мира, на что я вас тоже и приглашаю, то я думаю, мы еще не раз, вероятно, с вами увидимся, поэтому в определенное время я заканчиваю свою презентацию, и пожелаю всем студентам стерять и получать определенные знания, чтобы получать количество, чтобы вы получаете количество, и поверьте, они очень пригодятся в вас в будущем, и к вашим преподавателям спокойствия и доносите знания и доносите субтитры создавал DimaTorzok